Охота на работников железной дороги началась в Минске. КГБ задержал подростков, которых подозревают связи с ИГИЛ. Витебские водители маршруток запретили носить шорты. Подробнее об этом не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом. КГБ задержал двух учеников 9 класса из Могилёва и ещё одного из Витебска. Выяснилось, что школьники готовили и взрывали самодельные бомбы. Видео с доказательствами этого нашли в телефонах подростков. Информацию о подозреваемых на основании международного запроса передала одна из западных спецслужб, которая обнаружила телеграм-каналы с нацистской идеологией и поддерживающей ИГИЛ. Также там учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества. Причем данные отдельных подписчиков на телеграм-каналы были зарегистрированы в нашей стране. По словам задержанных школьников они взрывали банки из-под йода. При этом осколков как таковых не было, просто громкий хлопок. Один из подростков также сказал, что в ноябре ему якобы удалось изготовить взрывчатую смесь со взрывной мощностью, эквивалентной тротилу. На всех ребят завели уголовные дела. В Мали погиб личанин, завербованный ЧВК Вагнер. В августе прошлого года мужчина отправился на заработки в Россию. Оттуда после заключения трудового контракта его направили в Африку в качестве водителя. В ноябре он рассказал жене, что едет работать в Мали. А через два месяца его родным сообщили, что мужчина погиб от огнестрельных ранений возле столицы Бамака. В том месте как раз находится база вагнеровцев. Тело погибшего перевезли в Беларусь сотрудники ЧВК. Помимо жены у личанина остались две несовершеннолетние дочери. Известно, что экс-наемник с 2006 по 2021 год сменил около 10 рабочих мест. Трудился водителем, менеджером. А с 2013 года был в числе руководителей фирмы Биткоин, которая занималась оптовой торговлей. В Брестской области с начала года уже 4 человека заразились клещевым энцефалитом после употребления козьего молока. Это случилось в Каменецком и Барановичском районах. Всего за последние 10 лет в регионе болезнь диагностировали у 422 пациентов. По данным областной санэпидемстанции, из-за употребления козьего молока и продуктов его переработки с начала года 20 жителей Брещины подхватили энцефалит. Два месяца назад в Гродненской области 4 пациента оказались в реанимации с клещевыми инфекциями. Причем один ребенок умер. Как правило, козы заражаются, когда пасутся в места, где много клещей. Попадая в кровь животного, вирус долгое время сохраняется в организме. А затем заражается молоко, которое становится опасным для употребления. Примечательно, что коровье молоко редко переносит клещевой энцефалит, так как вирус в нем быстро погибает. А вот козы на протяжении жизни могут заболевать энцефалитом несколько раз. У людей при болезни поражается головной мозг. Иногда это приводит к инвалидности и даже смерти. В локомотивном депо Минск сотрудники КГБ задержали шесть машинистов и их помощников. Причиной арестов стала пересылка в мессенджерах и рабочих чатах фото маневренного локомотива, который сошел с рельсов возле станции Минск-Сортировочный. По информации сообщества железнодорожников аварию пытались скрыть, но она стала общедоступной. Через несколько дней троих человек выпустили на свободу, остальные находятся в заключении. Известно, что двум из них инкриминируют содействие экстремизму. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Отметим, что задержание железнодорожников и последующее увольнение происходит на фоне острой нехватки кадров. В условиях нехватки локомотивных бригад, даже при снизившемся объеме перевозок, сокращение штата на шесть человек является довольно ощутимым. Пока Личанин выгуливал собаку, его жена чуть не погибла на пожаре. Возгорание произошло на четвертом этаже многоквартирного дома. Женщина оказалась на балконе и не могла выйти из-за сильного огня и дыма, а помочь ей было некому. Прибывшие на место спасатели спустили пострадавшую по автолестнице и передали медикам в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации. Остальные жильцы дома смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. По словам супруга пострадавшей, пожар начался, когда он гулял с собакой. Возможно, поэтому женщина запаниковала и не смогла самостоятельно покинуть жилье. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты. В Гомельской области зафиксировали больше всего банкротов среди крупных предприятий Беларуси. В июне в судах рассматривались дела о финансовой несостоятельности 36 важных для экономики предприятий и организаций. 10 из них находятся на Гомельщине. По данным Верховного суда, в список банкротов входят такие предприятия, как Гомельский жировой комбинат, Светлогорский ДСК, Гомельский завод металлоконструкций, Амипак. А за май суды Беларуси рассмотрели 140 дел о банкротстве, что почти на 40% больше, чем было ровно полгода назад. Витебские водители маршрутных такси запретили носить шорты, пляжные майки, сланцы, домашнюю и спортивную одежду, а также ввели дресс-код. Теперь верх у них должен быть белым, а не с темным. Об этом сообщило Витебское областное транспортное предприятие «Оператор перевозок». За соблюдением новых правил организовали усиленный контроль. Помимо дресс-кода водителей, проверяется внешнее и внутреннее состояние транспортных средств. А к нарушителям пообещали применять штрафные санкции. Меры связаны с проведением славянского базара в Витебске, а также праздничными гуляниями ко дню рождения города. Напомним, год назад в Беларуси составили кодекс для водителей маршруток и автобусов. В пособии рассказали, как им следует одеваться, правильно готовиться к рейсу и общаться с пассажирами. В Гомеле арестовали россиянина, который воевал против Украины. В 2018 году мужчину приговорили в Беларуси к 16 годам лишения свободы за распространение наркотиков в составе преступной группы. Два года назад его отправили отбывать наказание в Россию, запретив выезжать в нашу страну. Вскоре с него сняли судимость и отправили на войну в Украину. Получив ранение, россиянин решил вернуться в Беларусь. Он предположил, что после помилования с него сняли все ограничения. В один из дней фигурант пришел в ГАИ, где выяснилось, что он находится в стране незаконно. В итоге россиянина арестовали за нелегальное пересечение границы. В Горках взорвали здание и водонапорную башню. Однако это был не теракт, а спецоперация МЧС. Ведомству было нужно снести неиспользуемые объекты, и на помощь пришли взрывотехники. Они проделали ювелирную работу, уничтожив заброшенный комплекс зданий. На видеоролике, который появился в телеграм-канале МЧС, видно, как сначала аккуратно складывается здание, а затем кирпичная водонапорная башня, которая стояла отдельно. Такой способ сноса специалисты используют не первый раз. Он зарекомендовал себя как самый безопасный и быстрый. Например, несколько месяцев назад взрывотехники ликвидировали водонапорную башню в Климовичах, которая не работала уже несколько десятилетий. В Гомеле парень перевозил в пассажирском автобусе питона у себя на плече. Видео опубликовал паблик «Гомеле главное». На кадрах видно, как рептилия длиной около полутора метров свисает с плеча мужчины. Змея вела себя спокойно, никто из пассажиров не испугался. Отметим, что в правилах перевозок нет запрета на провоз змей. Однако в таких случаях рептилию необходимо помещать в клетку, сумку или в мешок. Добавим, что питон является не ядовитой и не агрессивной змеей. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарии и поддержи наш канал донатом, чтобы у нас была возможность делать свою работу более качественно. До встречи завтра и живи Беларусь!